Привет, Китай! Это я, Романович. И сегодня мы с вами посмотрим на интереснейший китайский смартфон, в котором китайцы взяли и реализовали то, что не делало ни Xiaomi, ни Apple, ни Samsung. А китайцы раз и сюда это дело установили. И самое важное, что я считаю, что этот смартфон реально будущего нашего, потому что то, что сейчас в данный момент происходит с нашим миром, этот смартфон готов предотвратить. Погнали! Важный момент, что все это приходило в посылки. Я эти посылки, три штуки сразу распаковал. В ролике, что я купил 11.11, что я купил на распродаже 11.11. И самое классное, что в том ролике мы разыгрываем новенький топовый смартфон DOOGEE S97 PRO. Ссылка будет на этот ролик в описании. Перейдите, самые простые условия, которые только могут быть. И вы участвуете в розыгрыше этого смартфона. Так что у всех есть шанс себе что-нибудь урвать. Ну а мы смотрим на этого красавца. Кстати, в посылке был еще один очень интересный аксессуар. Я думаю, теперь вы догадываетесь, что в этом смартфоне такого интересного установили. И почему он настолько в ближайшем будущем будет востребован. Ну потому что вы тоже, наверное, уже устали от того, что ты заходишь в торговый центр, ты заходишь куда-то в супермаркет. И тебе, и тебе тыкают вот таким вот прибором в голову. Сейчас здесь батарейки нет, но вот постоянно тебе тыкают этим прибором в голову. Теперь эта херовина больше не нужна, потому что с этим смартфоном ты будешь всем тыкать. По комплекту, по комплекту давайте быстро посмотрим. Здесь стекло, кстати, ну не стекло, а пленка, кладут китайцы. И все для установки пленки. Есть вот такой вот огромный зарядник, потому что здесь батарейка, между прочим, на 8500 мАч, если мне не изменяет память. 33 ватта, кстати, адаптер. Шнур, есть даже веревка. И это херовина, чтобы как раз-таки достать лоток под сим-карты. По батарейке надо сейчас точно уточнить. Ага, а здесь, блядь, информации нигде нет. Ну, души, извините, куда деваться? Что это значит за зверь такой? Это дуги V10, 5,7 дюйма дисплей, 8500 мАч батарейка, значит, я не ошибся. 48 мегапикселей камера, при том, что камера это от Samsung. Фронтальная камера на 16 мегапикселей от Sony, между прочим. Быстрая зарядка 33 ватта, это мы с вами посмотрели. Беспроводную зарядку поддерживает, 10-ваттную. NFC-шка есть, при том, что вроде как все нормально должно быть с поддержкой Google Pay, а то мы с вами знаем. NFC-смартфон сделали, с Oukitel'ем такая проблема. А как быть с тем, что NFC есть, но он не оплачивает и не может зарегистрироваться нормально в Google Pay? Здесь непонятно. Но вот в дуге вроде таких проблем не должно наблюдаться. И самое интересное, это Dimensity 700 процессор. Вот это вот хорошо. Dimensity 700, я первый раз познакомился на Poco M3 Pro, по-моему, да? Хороший процессор, он еще и сети пятого поколения поддерживает. И 8128 здесь по памяти. Давайте взглянем на сам девайс. Он с полной защитой. IP68, IP69K, короче, там Military, вот эти вот все стандарты. Знаете вы их. К сожалению, мне не совсем удачная версия досталась. В смысле, в расцветке. Там был, по-моему, красный вариант и оранжевый. Блин, кайфово смотрелось. Задняя крышка здесь выглядит скучно. Вот такой вот блок камер, незамысловатый. Сканер отпечатка пальца здесь у нас в клавише. Кнопки, кстати, тоже очень интересные сделали. Нетипичные, да? Клавиши такие, прямоугольнички. Выпирающие прямоугольнички. Сканер, кстати. Сканер то ли он отдельно здесь сделан. Может вот это сканер, да? Кстати, вполне возможно, он не в кнопку встроен. А вот здесь вот дополнительно есть сканер. Ну, посмотрим, короче, еще. На, значит, задней стороне здесь динамик выведен. Скорее всего, динамик будет херня. Обычно, когда на заднюю сторону выводят, ничего хорошего я еще не встречал. Ну и, в принципе, все. Стандартные вот эти вот заглушки. Достаточно плотные. Но при этом, блин, это до сих пор заглушки. Китайцы еще от этого не ушли. То есть водонепроницаемость достигается путем герметичности. Прошло целых пять дней с момента распаковки. И мы снова с вами встречаемся. И я уже погонял девайс. Сделал фотографии. Я успел установить сюда уже игрушки. Я успел, наконец-таки, здесь. Самое главное разобраться с этими термометрами. Потому что это тоже целая эпопея. Я успел сгонять магазин, купить колу и заморозить. Поэтому самое интересное вас ожидает чуть позже. Ну и, конечно же, я установил Antutu. И мы сейчас с вами заценим, что здесь и как. Но начнем со знакомства интерфейса и оболочки. Что здесь вообще китайцы эти подвальные сделали? А, собственно говоря, и ничего. Здесь голый Android. Вот прям голый. Реально даже без трусов он здесь стоит. Ну, посмотрите, да? Ну, вы же знаете это все. Ну, вы же знаете это все. Это голый Android. И единственное, что бы я хотел от голого Android. Камера. Приложение нормальное. Но здесь, блин, уже с особенностями дуги. То есть какой-то боке. Какой-то ручной режим. Не режим ночь, а night. HDR. Ну, короче, вы знаете. Вот это вот типичная китайская подвальная вот эта вот самодеятельность. Какой-то набор, я не знаю. Что это такое? Ну, что это за юный кружок фотографов, блин? Ну, с этим все понятно. Значит, по настройкам. Здесь они тоже сделаны вообще в своем каком-то духе, репертуаре. Что-то переведено, что-то не переведено. Что это такое? О, the wireless connection. Типа другие соединения. Ну, зачем, если можно просто написать еще? Ну, и вот таких вот несколько есть нюансов. Пользоваться мешают ли они? Нет, конечно, не мешает. Но визуально, честно, давайте скажем, впечатление портит. По поводу обновления. Ни хера ничего не прилетало. Да? Ничего не прилетало. Сейчас я даже специально зайду. Так, вот она. Система, обновления. То есть, ну, опять же, это как-то очень странно реализовано. То есть, опять же, здесь проверки какие-то через Google идут. Последний раз 5-го, мать его, июня системы безопасности здесь стоят патчи. Это, к слову, о том, как китайцы охеренно поддерживают своих девайсов. Вот эти вот подвальные китайцы. Но хер бы с ними, с этими патчами безопасности. Можно было бы хотя бы обновить так, чтобы здесь NFC работал. Вот, кстати, про NFC я вам нифига ничего не рассказал. А давайте я вам покажу, чтобы вы знали, опять же, покупая вот этот вот китайский подвал, что здесь с NFC. Потому что на другом Дуги я попробовал затестить, и ни хера ничего не вышло. Вот прям реально ничего не вышло. То есть, я думал, что у кителя только есть такие проблемы. Но оказывается, у Дуги тоже пишут, что ваше устройство, типа, на нем то ли рут установлен, то ли еще что-то, и не соответствует тренибованием безопасности. Давайте посмотрим, что здесь с этим творится. Это происходит на стадии добавления карты. То есть, ты там ввел свои всякие вот это вот CVC, вот это вот все. И вот такое вот сообщение получаешь. С устройства нельзя расплачиваться в магазинах. Возможно, на нем настроен рут доступ или изменены другие параметры. Ну вот оно по-разному пишется. Где-то про безопасность что-то пишется. Опять же, китайцы заявляют NFC. Красавцы! Но, блядь! Зачем этот NFC нужен, если расплачиваться им нельзя? И вот он, тот самый термометр, который мы сейчас с вами обязательно затестим. Чтобы он заработал, что интересно, надо менять регион. Почему я здесь так сильно ждал обновления? Да потому что на ФОПДА люди как раз-таки описывали свою проблему. Они нахватали этих девайсов, Дуги В10, и сидят, и не могут намерить нормальную температуру. И вот потом прилетело где-то осенью обновление, по-моему, в октябре месяца. Прилетело обновление, и опять же, не на все девайсы. Вот ко мне не прилетело. То бишь, чтобы я мог измерять температуру, мне надо поставить другой регион в самом телефоне, и приложение перестает вылетать. Но, при всем при этом, оно будет на английском. Те, кто получили обновление, у них уже все, интерфейс полностью приложения измерения температуры на русском. Ничего не вылетает, все хорошо, но до меня обновление не добралось. 5 июня, последний раз, здесь как-то китайцы шевелились. Давайте попробуем. Смотрите, здесь есть режим человека, то есть ты ему должен засветить в голову. И есть режим объектов. Ну и самое главное, что все здесь записывается. Вот видите, я измерял температуру, получается, 5 дней назад, и все результаты абсолютно записаны. Себе я не измерял, подождите, или нет, один раз, первый раз я себя измерял. Смотрите, прекрасная температура была, 35,7. А все остальное я мерил на объектах. Вот как раз-таки нам сейчас и пригодится эта кола. Но давайте начнем сначала с моего лба. Какая она температура? 35,8. 35,8. Еще раз давай для проверки. Только ты прям вот четко по центру поставь. Ага. Смотреть надо в камеру? Что, не меряет? Ну вот, собственно говоря, вот так вот он и меряет температуру. Я за это время не увидел никаких правдивых результатов. Это всегда погрешность на градус точно, если мы в плане человека говорим. Смотрите, ледяная кола. Только что достал из морозилки. Ну, 10 минут назад она чуть-чуть вот поплыла. Представляем. 19,7, мать его. Ну, типа, о чем мы вообще здесь говорим? 19,7 я пальцы убрал. 16,3. Давайте сверху попробуем. 18,5. Ну, хорошо, с этой стороны не идет. Давайте с этой стороны попробуем. 17,1. Вот, 14,2. За кадром я еще тоже мерил. Вот, ну, лучшего результата не получилось. 14,2 в замороженной коле. И китайцы не зря прислали в комплекте сразу вот эту вот херовину. Потому что это реальная штука. Ну, которая вот использует в торговых центрах, когда ты заходишь там. Еще куда-то там заходишь. Вот, наверное, китайцы у себя в каких-то там, да, ТЦшках используют вот такую вот конкретно штуку. Здесь непонятно, что за фирма. Вот реально прям продукт оттуда. Настоящий прям, народный. Давайте попробуем. 6,2. 3,5. 4,4. Ну, просто вы понимаете, да, этот уровень? Давайте жопку померяем. 3,5. Ну, джопка, наверное, самая честная. Потому что здесь я теплой рукой держу. И так или иначе как-то на общую температуру влияю. 3,5, мать его. И здесь он показывает... Сколько он еще раз там показывал? 4. Последний 14,1 что ли результат. Ну, то есть вообще просто бред. 14,2. То есть просто бред какой-то сивой кобылы. Я не понимаю. Серьезно, я не понимаю. Я отказываюсь понимать, зачем вот в таких вот кирпичах нужны термометры. И зачем вообще в телефоне нужен термометр. Да, может быть, какой-то функционал определенный есть. Типа ты работаешь в охране в ТЦшке и кому-нибудь стреляешь в лоб с телефона вместо вот этой вот херни. Но ты можешь как бы подстрелить, да результат не тот поймать. То есть погрешность целых 1 градус. Что здесь по звуку и не менее важно, что по картинке. Как здесь работает дисплей, что выдает здесь IPS-матрица. Давайте все вместе смотреть. В принципе, неплохой дисплей, надо сказать. Но яркости ему не занимать. То есть не занимать, наоборот. Вот мы сейчас снимали и лично мне такая говорит, а это что, максимальная яркость? Я говорю, ну да. Она говорит, вот бы прибавить бы еще сюда на процентов, да, получается 20 хотя бы. То есть прям реально тускловатый дисплей. И это сейчас мы в съемочном павильоне все это делаем. Что будет, когда ты выйдешь на улицу. Ну и типично, опять же, для этих кирпичей не хватает немного насыщенности, контрастности. Вот, конечно, они немного блекловаты. Удивили, честно говоря. Дуги поставили сюда добротный звук. Да, нет стерео. Но при всем при этом играет резво, бодро. И даже какой-то чувствуется объем. Что, опять же, удивительно для кирпичей. Потому что у них обычно в какой бы то ценовой сегмент не залез. Сейчас это 10 тысяч рублей, это 20, 25 тысяч рублей. Звук везде одинаковый. Здесь со звуком все хорошо. По поводу Antutu и уже конкретно цифр производительности. 359 тысяч, практически 360 тысяч он набирает здесь. По СИПУ, вы сами видите, ну просто себя как рыба в воде чувствует. 100, практически 5 тысяч набирает. Но о чем я вам и говорил, что он себя чувствует очень хорошо. То есть, в обычной жизнедеятельности это один из лучших кирпичей, которые я встречал на своем пути. И температура всего лишь 34,7 градуса. То есть, даже до 35 градусов не дошел. Это вообще далеко до критических отметок. Несмотря на то, что стоит Mediatek. Здесь прям очень хорошо. Наверное, это один из самых холодных аппаратов, который мне встречался за последнее время. Сразу скажу по поводу Genshin Impact. Здесь по-любому он пойдет, но только единственное на настройках средних. Это самый максимум и 30 фпс. То есть, если вы такой вот поставите, то он сможет играть. Если поставите 60, то, конечно, он уже не вывезет. Потому что вот недавно я тестил Dimensity 810. Он даже не совсем идеален. В Call of Duty вообще полный порядок. Я поставил максимально возможные настройки. Сейчас вам покажу это дело. Смотрите, то есть, сколько вот позволяет этот проц поставить на качество графики. Я и поставил. То есть, среднее максимально. И число кадров в секунду здесь высоко. Все. То есть, все, что я мог, я выкрутил. Играется превосходно. Вот где-то минут 10 уже катаю. Никаких проблем вообще ни разу. То есть, даже ни одного поддергивания. Графика отличная. И еще, что бы я отметил. Слушайте, здесь хорошее покрытие дисплея. Я не знаю, олеофобное, не олеофобное. Но здесь хотя правильно надо так сказать, что здесь еще пленка сверху. Ну, короче, пленку сюда зацепили приятную. И это редко. Обычно на таких кирпичах она максимально убогая. И по ней палец вот скользит отвратительно. Здесь прям комфортно даже играть. То есть, не просто пользоваться, а даже играть комфортно. Ну, и как вы видите, Call of Duty здесь реально прям, ну, хорош. Про камеру интерфейс мы с вами уже поговорили. Осталось сказать, что есть широкий угол, который, ну, такое себе. Но все-таки хорошо, что он здесь имеется. Ну, и самое главное, основной модуль достаточно выдает неплохую картинку. Если включить искусственный интеллект, и этот искусственный интеллект подстроится, для кирпича картинка, в принципе, сносная. По поводу видеосъемки, здесь меня тоже немного китайцы удивили, честно говоря. 4К побоялись сделать, но 2К завезли. И, кстати, еще электронная стабилизация тоже есть, которая, кстати, по отзывам достаточно неплохо отрабатывает. Мы с вами обязательно сделаем тест. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, тест камеры. Максимальное разрешение. 2К, как я вам обещал. Стабилизации, понятно, даже близко нет. Но что с автофокусом? Автофокус пытается работать. И, кстати, даже достаточно успешно работает. То есть автофокус нормально. Зацените, что по звуку. Я вам пока покажу то, что в данный момент мы разыгрываем на канале. Это Tronsmart Force Pro. И ее вы можете забрать бесплатно. Интересная колоночка от Tronsmart. Итог такой. Кирпич реально хорош. Ну, как и со всем китайским подвалом, есть подводные камни и есть нюансы. Здесь главный нюансище это NFC. То есть хер бы с ним этот термометр, который работает только на английском языке. Ладно, если он тебе пригодится, ты переставишь английский язык и померяешь температуру. Но я вам уже показал, что температуру в принципе нет смысла здесь никакого мерить, потому что он врет. Но вот NFC, вот это вот важная штука. И когда ты покупаешь телефон больше, чем за двадцатку, ты хочешь оплачивать в одно касание. Тем более он здесь заявлен. Ладно, бы он бы не был заявлен. Но китайцы, как всегда, что-то на программном уровне рута какого-то нагрузили. И все. И NFC приплыл. Я надеюсь, что может быть у меня конкретно такая версия попалась. Но я вам говорю как на духу, типа все, что мне не понравилось в этом девайсе, я в видосе озвучу. Во всем же остальном, ну реально красава. DMS T700, отличный процессор. Здесь не понравилась автономность. Вот на протяжении тех дней, которых я пользовался, хорошо он себя показал в этом плане. Здесь камера реально, наверное, одна из лучших, которым не попадалось кирпича. Прям очень хорошая камера. Спокойно может конкурировать с какими-нибудь бюджетниками от Xiaomi, типа Redmi 10. Вообще в легкую. Видеосъемка шляпа, да, на нее не возлагаешь надежды. Водонепроницаемость, полная защита. Короче, все хорошо с этим девайсом. Но есть нюанс в виде NFC. Ну и, конечно же, внутри оболочка вот этого. То ли Google, то ли DOOGEE оболочка, хер поймешь. Ну, тоже такое себе. Можно было бы что-нибудь поинтереснее придумать. Ну и, конечно, поддержки на дистанции никакой нет. Потому что последний раз 5 июня о этом телефоне вспоминали. Где-то там, в Китае. Надеюсь, что еще раз вспомнит и обновление сюда прилетит. Ссылка будет в описании. Как и всегда, заходите, смотрите актуальную цену. Пишите ваше мнение в комментариях. Интересно будет почитать. Ну а у меня на этом сегодня и все. Огромное спасибо, что сегодня были со мной. Все, давайте, красавцы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok